Всем привет, с вами канал Всю Китай и сегодня у нас на обзоре фитнес-браслет, самый крутой, который есть на данный момент, по крайней мере, насколько я знаю. И это последняя версия Mi Band от компании Xiaomi. Это Mi Band 4, на которой уже полно обзоров, я, как обычно, не успел. Посылка пришла еще пару недель назад, но, тем не менее, руки дошли только сейчас. Эта посылка была отправлена 20 июня, 29 я уже забрал ее на почте, ссылку, где я заказывал на Алиэкспресс у какого продавца, я обязательно оставлю в описании под этим видео. Ну и давайте смотреть, что и как пришло. Упаковано, сразу скажу, крайне хреново, то есть даже вот через вот эту вот штуку я прощупываю, потому что там никак, грубо говоря, это не завернуто ни во что. Ну и да, коробочка вся помятая. Плюс, конечно же, за быструю доставку, но минус за хреновую упаковку. Но, по сути, я покупал браслет для себя, а точнее не для себя, а для своей жены, и особо-то не переживаю, а главное, чтобы внутри все было целое. Коробочка немного видоизменилась, ну, стала длиннее, по крайней мере, по сравнению с прошлыми Mi Band'ами. У меня была распаковка и краткий обзор Mi Band'а второго. До третьего руки не дошли, и вот он сразу четвертый. В общем, ладно, по коробке никакой информации интересной для себя не вижу. Здесь заводская пломба, которая, судя по всему, уже открывалась. Ну, надеюсь, что внутри лежит именно Mi Band, и то, что это не на таможне открывали, и перекладывали то, что им нравится. Здесь у нас сразу лежит браслет. Вот здесь-то уже все прям вот заклеено, видно то, что ни разу не отклеивалось. Все здесь отлично. Версию я купил глобальную, версий там много разных, ну, в том плане то, что есть глобальная, есть версия чисто китайская, которая стоит рублей на 200 дешевле, и, по сути, вы можете купить китайскую версию, дабы сэкономить, потому что, подключившись к приложению, русский язык все равно появится, и разницы между ними не будет. Но я покупал глобальную, потому что на момент заказа это было до конца неизвестно, и были опасения то, что мало ли что-то, ну, получится так то, что он будет только на китайском языке. Также есть версии с NFC, но они еще дороже. Там также есть голосовой ассистент, по-моему, только на китайском и английском языках, русского там нету, то есть за ассистент явно переплачивать нет смысла. Ну, а NFC в России, Alipay, еще не работает, то есть, может быть, в будущем, там, через годик, грубо говоря, когда это все заработает. Смысл купить с NFC будет, но на данный момент смысла нету. Это у нас зарядка, зарядка немного видоизменилась, немного теперь все здесь по-другому, но капсулу по-прежнему необходимо вынимать с этого браслета, вставлять сюда и заряжать. Ну, и здесь вот такая вот прям не то чтобы инструкция, а прям целая книга, где все описано, как им пользоваться, как что, все с картиночками, все красиво, но я думаю, мы разберемся и без этого. Ремешок на этих часах выглядит примерно так же, как и у прошлых версий, то есть, особо никаких изменений он не потерпел. Ну, и, насколько мне известно, от Mi Band 3 на Mi Band 4 ремешки подходят, за исключением металлических версий. На обратной стороне капсулы находятся два контакта для зарядки, ну, а также датчики для считывания пульса. Ну, и несмотря на то, что контакты открыты, в этом браслете не то чтобы можно руки помыть, а можно прям купаться и погружаться до 50 метров глубины, то есть, влагозащита здесь просто офигенная, и можно за этот браслет не переживать. Лицевая часть здесь тоже претерпела изменения, несмотря на то, что выглядит все так же, как и, опять же, прошлой версии. У меня есть Mi Band 2, который выглядит примерно так же, ну, по крайней мере, сдалека их не отличить. Здесь уже стоит сенсорный цветной экран, на котором больше информации, чем было это у второго Mi Band, и, скорее всего, у третьего. И плюс есть разные приколюхи, которые лично мне понравились. Браслет сразу включен, и я об этом знал уже, еще до того, как распаковал посылку, потому что я делал обзор на какие-то умные часы, и Mi Band 4 я смог найти через поиск, и я знаю то, что здесь все, соответственно, включено. Так, здесь у нас можно посмотреть, да, версия европейская, кстати, несмотря на то, что здесь хорошее освещение, конечно, камера, наверное, не передает, но на экране все читаемо, и все видно хорошо, как по мне, то есть, на солнце тоже все будет хорошо видно. Но на камеру сейчас это выглядит тускловато. В общем, я так понимаю, часы хотят, чтобы я подключился, да, никуда мне дальше не дает зайти, предлагают мне подключиться к приложению Mi Fit, и после этого продолжить работу. Приложение я уже скачал, и даже вошел в учетную запись, то есть, помимо того, что необходимо приложение скачать, в нем еще нужно будет зарегистрироваться, если вы не регистрировались ранее, и, в общем-то, все. Дальше просто необходимо будет все синхронизировать. Поддерживается это приложение, если у вас Android телефон с версии 4.4, ну, а если у вас iPhone, то с iOS 9. Если у вас ниже версия, к сожалению, подключить, ну, установить и подключить браслет вы не сможете. Здесь дальше откуда-то появились эти рандомные цифры насчет веса, я ничего не указывал, и пишет то, что нет подключенных устройств. Выбираем, точнее, нажимаем на это сообщение, выбираем, что мы хотим подключить. Здесь у нас сразу куча всего нам предлагает. Понятно, нужно включить Bluetooth, местоположение, и, в общем-то, после этого пойдет поиск, и часы должны перейти на русский язык, и ими уже можно будет пользоваться. На браслете появился запрос, то, что подключаемся к этому телефону или не подключаемся, нажимаем здесь галочку, у нас все одобрительно, и запускается наш экранчик, где отображается время, отображаются шаги, они сейчас по нолям, и также дата там и день недели. На телефоне же вылезло такое вот сообщение, то, что фитнес-браслет теперь можно заблокировать, если вы его снимаете с своей руки, то есть можно установить пин-код, чтобы никто не влез, не посмотрел, сколько шагов вы там прошли, или что-то еще. Также здесь указано то, что есть разные виды активности, причем сразу здесь уже на русском языке, именно на самой этой же картиночке. Ну и также еще одна из крутых фишек, которая мне очень сильно понравилась, то, что здесь есть встроенный плеер, точнее, ну, управление плеером вашего телефона. Нажимаем попробовать. Фитнес-браслет у нас 21% зарядки, здесь это тоже указано, но здесь освещение хорошее, сейчас обязательно поменяю ракурс, и вы все это увидите. Так, у нас что-то здесь прилетело обнова, судя по всему, пускай это все обновляется до последней версии. По воздуху через телефон скачивается, сразу на браслет скидывается, и можно будет пользоваться. Но идет процесс не быстро, видно, вот этот вот кружок должен быть заполненным. Так, ну и обновление подошло к концу, потребовалось на это почти 20 минут, что достаточно немало. Так, подключитесь к мифит, написано на браслете, и повторите обновление. Опять что ли? Снова что-то обновляет. Только что вроде бы обновил, но пошло по новой. Пока обновление еще не закончилось, давайте немного расскажу вам про характеристики этого браслета. Ну, по поводу влагозащиты я сказал, до 50 метров можно погружаться, ну, а если даже не погружаться, можно смело там принимать душ, ванну, мыть руки и так далее. В общем, не переживайте за то, что у вас что-то там намокнет, и он перестанет работать. Внутри этого браслета есть трехосевой акселерометр, есть трехосевой гироскоп, датчик сердечного ритма, ну, а также есть вибромоторчик, то есть есть вибрация на самом браслете. Кстати, между делом, он все-таки запустился, и теперь его можно поюзать и посмотреть. Экран здесь цветной, но камера немного не хочет это все передавать, нужно поменять ракурс, чтобы было видно. И экран этот AMOLED на 0,95 дюйма, разрешение экрана 120 на 240. Ну, а также на верхней части этого экрана использовано 2,5D стекло, которое устойчиво к отпечаткам, то есть отпечатки сильно здесь не должно быть видно. Ну, и это закаленное стекло, то есть устойчивое к царапинам. В общем, в целом, это все, что нужно вам знать про этот браслет. Немного бегло, давайте покажу вам приложение, для тех, кто не сталкивался, немного расскажу про то, что здесь есть, и что здесь можно настроить. Первый пункт, ну, во-первых, здесь написано 12% зарядки, это именно фитнес-браслета. Ну, а дальше уже пошли разделы. Заходим в первый раздел, это циферблаты, и на вот этот вот Mi Band 4 можно установить любой циферблат из тех, которые здесь представлены. Здесь их штук 70, насколько я знаю, и любой, который вам понравится, можно поставить, установить на браслет, и пользоваться тем или иным. Ну, а также, вот я выбрал, допустим, вот этот скин, нажимаю синхронизировать, и сейчас все загрузится в Mi Band. Ну, а также можно сделать кастомный экран, кастомную заставку, в общем-то, циферблат. Я, возможно, сделаю отдельное видео, как это сделать, и подробно там расскажу, как, грубо говоря, свою фотку поставить и настроить часы там и все остальное так, как вам нравится. Синхронизация прошла успешно, и вот он, новенький циферблат. Выглядит, может быть, не так хорошо, как тот, который здесь был изначально, но, тем не менее, повторюсь, вы можете, во-первых, выбрать из тех, что есть тут, а, во-вторых, можно создать самому, ну, либо же оставить тот, который здесь был изначально. Дальше по приложению. Разблокировка экрана. Это настройка разблокировки экрана с помощью браслета. Входящие вызовы, отображать или нет на браслете, сейчас включено. События. Будильник можно настроить. Соответственно, это будильник именно на часах. Они будут вибрировать, когда он будет звонить. То есть он не будет звонить, а будет вибрацией. Если вы спите в браслете, то это очень удобная штука. Уведомления. Так, сейчас у меня почему-то закрыт доступ к уведомлениям. Разрешим доступ. И теперь уведомления будут приходить еще и на браслет. Можно поставить, чтобы они приходили только когда выключен экран. Если экран включен, чтобы они у вас не показывались. Напоминание о разминке, если вы долго сидите. Ну, а если нажать еще, здесь можно увидеть, что у вас включено, а что выключено. Вот, можно включить еще сообщение. Тоже, чтобы все у нас вибрировало. Ну, а также можно поставить цель и включить цель. Ну, то есть, сколько шагов вы хотите сделать в день и так далее. Есть функция поиска браслета. Нажимаем, если вы где-то его сняли или уронили, нажимаем, он начинает вибрировать. Обнаружение. Не знаю, для кого эта функция нужна, но она здесь есть. Это видимость, грубо говоря, блютуса. Расположение браслета. На кой руке вы будете носить? На левой или на правой? Дальше. Поднятие запястья. Для того, чтобы посмотреть время, даже демонстрировать не нужно. Здесь это все есть. То есть, грубо говоря, мы делаем вот так и у нас браслет начинает светиться. А так он будет неактивен, то есть, будет черный экран. Измерение пульса. Можно сразу здесь померить, либо можно задать интервалы, с каким интервалом мерить и проверять ваш пульс. Ночной режим. Здесь можно сделать автоматическую яркость, грубо говоря, и настроить время со скольки и до скольки. То есть, яркость будет убрата на минимум, чтобы не слепило вас вечером, либо ночью. Дальше поиск мелодии. Хоть перевод здесь и адекватный в приложении, ни машинный перевод кривой, я не знаю, для чего нужна эта мелодия. Скорее всего, это мелодия для того, чтобы делать обнаружение телефона с помощью браслета. То есть, браслет у вас на руке, а телефон где-то оставили, чтобы его найти. Там есть такая функция поиска и, возможно, это краски выборы мелодии для этого поиска. Запуск в фоновом режиме даже не буду открывать, хотя здесь все подробно расписано, это можно все подсчитать. Смысл в том, что это фоновый режим для того, чтобы приложение постоянно было запущено, если вы постоянно ходите в браслете, а не одеваете его только тогда, когда, допустим, начинаете тренироваться или куда-то идти. Настройки отображения. Элементы для отображения, какие нужно отображать. Настройки погоды. Здесь можно выбрать город, погоду какого города отображать, либо же поставить, чтобы автоматически определялось, если вы, допустим, часто куда-то ездите, чтобы определяло именно то местоположение, где вы находитесь. Дальше выставить, в чем измерять температуру, ну и оповещение о погоде. Лаборатория. Совсем неведомый для меня раздел, но здесь написано, что примешок сильно не затягивали, но и свободно не держали, потому что это может влиять на показания, но при этом можно включить и выключить. Что и для чего, честно, не знаю. Ограничение подключения. Это у нас функция для того, чтобы, ну, если ее включить, то можно будет подключиться только к этому приложению. Если вы захотите потом с другого приложения какого-то подключиться к этому браслету, ну, допустим, для того, чтобы поменять заставку на какую-нибудь, которую вы сделали сами, и у вас включена эта функция, у вас это не получится. Дальше у нас подробности о браслете Mi Smart Band 4. Кстати, да, он называется не Mi Band 4, а Mi Smart Band 4, то есть намек на смарт-часы. Ну, и дальше у нас обновление. Мы уже обновились. Версия Plo, которая есть сейчас. Ну, и отключить это, отключение вот этого браслета. Больше, в общем-то, здесь смотреть нечего. Давайте смотреть, что есть в браслете. Ну, а что здесь внутри браслета? Я уже немного поковырялся, и я могу сказать, что здесь все очень легко, доступно, очень просто, и очень красиво. Мне, во-первых, нравится цветной экран. Я не думал, что на фитнес-браслете это будет выглядеть хорошо, но выглядит это просто офигенно. Единственное, что он очень быстро тухнет, и я не разобрался. Может быть, где-то это можно настроить, но вот в данный момент именно так. Сейчас стоит кастомный циферблат, отображается заряд в процентах, плюс нарисована сама батарейка. Отображается время, отображается дата, день недели на английском языке, ну, и здесь у нас, так понимаю, количество шагов. Это кастомный циферблат, возможно, именно поэтому день недели на английском. Чтобы запустить плеер, делаем свайп либо влево, либо вправо, и у нас открывается управление плеером. У меня открытый сейчас ВК, то есть, это там не родной плеер, не что-то еще. Это ВК, причем пост-ВК в одной из групп. Я запускаю музыку, здесь тоже отображается, что она запустилась, ну, можно было отсюда запустить. И можно все переключать. Ну, громко сейчас на минимум, возможно, вам ничего не слышно, но по факту видно. Отображается название трека. А, я даже здесь могу громкость прибавить. Серьезно? Не совсем, наверное, это удобно, потому что, да, свайпается это все, ну, то есть, плеер, грубо говоря, закрывается. А, вот так я могу прибавлять. Громкость на телефоне прибавляется. В общем, плеер это просто пушка. Вы идете, у вас, не знаю, телефон в кармане, в рюкзаке, еще где-то. Вы на телефоне просто, точнее, на браслете просто берете и переключаете трек, видите название трека. Можете прибавить либо убавить громкость. Блин, вот это вот серьезно. Этого лично мне не хватает, никогда не хватало. Плеер открывается простым свайпом слева направо или справа налево. Разницы абсолютно никакой нету. Ну, а если у вас версия с ассистентом, то слева направо, по-моему, будет открываться ассистент, а справа налево будет открываться плеер. Вернуться назад просто нажимаем на сенсорную кнопку, которая расположена здесь снизу под экраном. Чтобы попасть в меню, делаем свайп снизу вверх или сверху вниз. Разницы никакой нету. Разница только в том, что у вас первое откроется. Так, здесь у нас статус. Заходим сюда. Здесь шаги, расстояние и калории. Ну, калории будут высчитываться на основе того, сколько у вас указан вес, шаг, рост и так далее. Вот. Ну и шаги, расстояние рассчитывается примерно так же. Чтобы выйти назад, один раз нажимаем на сенсорную кнопку и выходим назад, где мы были до этого. Это у нас измерение пульса. Здесь написано то, что необходимо браслет закрепить на руке. Нажимаем галочку. Ну и сейчас ничего не измерит, потому что он не на руке. Давайте все-таки я померю. Ну и пульс показывает 86, 85. В общем-то, это реальные данные. Не так, как это бывает у некоторых. Я думаю, многие понимают, про что я говорю. Дальше у нас тренировка. Выбираем, что будем делать. Бег на улице, беговая дорожка, на велосипеде, ходьба, упражнения и бассейн. Ну, плавание. Дальше погода. Погода у нас настроена. Ну, у меня там стоит, по-моему, Москва и вот отображается погода на Москву. Здесь, по-моему, даже можно, да, посмотреть погоду на завтра. В общем, не знаю. Просто шикарно. Все, опять же, на браслете. Не нужно даже доставать телефон. Уведомления. Уведомлений нету, но сейчас мы их обязательно сделаем. Дополнительно. Здесь можно включить режим не беспокоить, чтобы никакие уведомления не приходили. Будильник. Можно включить, я так понимаю, заранее выставленные будильники, но настроить, судя по всему, нельзя будет. Ну, заранее можно выставить на телефоне будильники, а здесь просто их включать или выключать при необходимости. Музыка. Это у нас плеер, который с вайпом открывается. Секундомер. Не буду в него заходить. Таймер тоже. А, ну, таймер. А, таймер. Здесь прям можно выставить насколько и, соответственно, пользоваться таймером. Вот так у нас происходит сигнал. Браслет ищет этот... Я понял, все хорошо. В общем, телефон разблокировал и перестало пищать. Без звука. Настройки дисплея. Так, здесь циферблаты. Можно, кстати, вернуть по умолчанию, если вы поставили. Вот он у меня сохраненный здесь. Если он не нравится, можно поставить тот, который здесь был изначально. Дальше у нас раздел настроек. Заходим сюда. Яркость я уже поставил на максимум, чтобы было лучше видно. Экран блокировки включить-выключить. Можно там. Перезагрузка устройства. Сброс настроек. Если что-то вы тут, не знаю, настроили, хотя хрен его знает, где здесь можно накосячить. Дальше у нас идет регулирование. А, ну, то, что у нас Европа, Россия, в общем-то, понятно. И сведения. Версия ПО, адрес блютуса. В общем, полезная инфа. Ну и, по сути, здесь это все. А, ну и здесь тоже. В общем, как вы видите, здесь на браслете все можно настроить без труда. Через приложение раз настроили, грубо говоря, все остальное можно отсматривать здесь. Что смотреть погоду, что переключать музыку, причем неважно, где вы ее включите. Это, блин, даже не стандартный плеер или не какой-то сторонний плеер. Это вообще ВКонтакте просто. Вот сейчас даже телефон заблокирован. По идее, я все равно могу воспроизвести, потому что у меня висит уведомление, то, что у меня включена музыка, здесь, грубо говоря, через ВК. И браслет видит. Нажимаю, и музыка играет. В общем, в этом плане, то, что здесь столько возможностей за 200 небольшим тысяч рублей, где-то баксов в 30 он мне обошелся. Я ссылочку оставлю, где покупал. Это просто пушка. Реально крутое устройство. Единственное, чего мне здесь не хватает, скажу честно, мне не хватает здесь GPS-а. То есть, как та же Strava, допустим, отслеживает через GPS. И здесь бы показания были более точные. Я понимаю, что здесь есть акселерометр, гироскоп и все такое. Но, блин, еще бы сюда GPS. Пускай браслет станет немного пошире, но я очень надеюсь, что появится все-таки версия с GPS-ом. Мне NFC, что я так не нужен, грубо говоря, в браслете, как нужен GPS. Так, а, снимается вот так. Снимается все легко, кстати. И была бы версия с GPS-ом, я бы взял себе. Вот этот браслет на данный момент я купил жене, но, возможно, в будущем все-таки приобрету подобный и себе. Ну, то есть, именно Mi Band 4. Но, может быть, буду ждать, когда появится GPS. Сюда вставляется легко, вынимается тоже легко. Здесь есть такие пазы. В общем-то, вставляем, ставим на зарядку, заряжаем. И после этого одеваем вот сюда и пользуемся. Кстати, по-моему, совсем ничего не сказал про аккумулятор. Аккумулятор здесь на 135 мА и заряжается он, если не ошибаюсь, в 2 часа. Это, конечно, много, но заверяют то, что 20 дней этот браслет с цветным экраном, с кучей возможностей, 20 дней будет держать зарядку без труда. Ну, может быть, это будет даже не 20 дней, если он будет держать хотя бы дней 15, ну, грубо говоря, 2 недели, это будет просто офигенно. Умные часы столько не живут, а информация, по сути, там та же. Ну, может быть, немного дольше. Осуществляю вызов на свой телефон. Телефон завибрировал, да, браслет тоже завибрировал, и здесь отображается все на русский, никакого кривого перевода, вот как у меня записан, мой номер, это мой номер. Так он здесь и отображается. Также здесь можно сбросить, я так понимаю, а нижняя кнопка это, наверное, выключить вибрацию. Да, вызов идет дальше, а здесь у меня все отключено. В общем, можно отключить просто, чтобы вас не беспокоили, грубо говоря, а можно прям сбросить, не вытаскивая телефон из кармана или там из рюкзака. Отправил сообщение, завибрировало, и сразу оно открылось. И смотрите, сколько букв сюда влезло. Сверху у нас моргал номер, соответственно, с которого я отправил, точнее, ну, у меня записано в контактах, написано мои номера, опять же. И сообщение, ну, вот так вот. Сообщение можно прочитать целиком, я так думаю, то, что да, его можно прям прочитать до конца, посмотреть, во сколько оно пришло, в общем, без труда. Ну, а влезает здесь вроде как 80 символов, в общем, не знаю. Для меня это что-то невероятное, за небольшие деньги просто нереально крутые возможности. В общем, для тех, кто сомневается покупать Mi Band 4 или не покупать, я вам точно могу сказать, то, что берите, вы однозначно не пожалеете. За эти деньги вы лучше вряд ли что-то сможете найти, ну, а покупая No Name китайские умные часы, вы только хапните горе. Можете посмотреть обзоры на моем канале, на китайские часы от No Name брендов и мало чего там интересного. А это, во-первых, от Xiaomi, то есть, от известного бренда, а во-вторых, здесь полно возможностей, которые я вам показал. Я браслет уже одел на руку, но, в принципе, здесь смотреть не на что, смотрится он так же, как и прошлой версии, за исключением того, что здесь цветной экран. Ну, и как я и говорил, заблокировались, махнул рукой, то есть, перевернул руку, и они разблокировались, я вижу время, вижу шаги и всю необходимую мне информацию. В общем, однозначно, крутой аксессуар, который будет полезен не только для тех, кто занимается спортом, бегает, не знаю, еще что-то делает, а также для людей, кто хочет получать уведомления на руке, а не доставая телефон, переключать музыку и так далее, и тому подобное. В общем, для всех этих целей будет просто незаменимая вещь. Ну, и купив один Mi Band, я уверен, что вы будете покупать, ну, может быть, не каждое поколение, каждый год, но где-то через год, через поколение, грубо говоря, вы его будете обновлять, потому что к нему реально привыкаешь, и дальше уже не знаешь, как это без него ходить. Кстати, у меня теперь есть не только Mi Band 2, еще Mi Band 4, и я могу купить еще Mi Band 3, он сейчас баксов 20 стоит, и, возможно, же сделаю отдельную распаковку, такой краткий обзор на Mi Band 3, и могу сделать сравнительное видео, если вам это будет интересно. Покататься на велике в трех браслетах сразу, походить по городу в трех браслетах, и посмотреть, насколько будет разница в шагах, сколько шагов насчитают одни, вторые, третьи эти браслеты, и насколько будет разница. Ну, и, может быть, сравнить, допустим, или по GPS, или что-нибудь типа того, то есть через телефон. В общем, можно что-нибудь придумать, что-нибудь замутить, если вам эта тема интересна, обязательно этому видео поставьте лайк, чтобы я видел то, что вам это интересно, тогда я куплю еще Mi Band 3, и все это дело провернем. Ну, и если у вас есть какие-то советы или рекомендации по сравнению всех трех часов, тоже можете написать в комментариях, я с удовольствием почитаю, и приму внимание для того, чтобы сделать это сравнение. В общем, кого заинтересовал этот браслет, ссылка на него есть в описании под этим видео, там можно посмотреть актуальную цену, ну, а также оформить заказ, если цена вас устроит, но я повторюсь от себя, его рекомендую. Ну, и жду вас в комментариях, что вы думаете по поводу вот этих вот фитнес-браслетов от Xiaomi, я уверен, что многие из моих зрителей пользуются подобными, ну, может быть, не четвертой версией, может, более ранними, но обязательно все пишите в комментариях, нравится вам, не нравится, и вообще, что вы думаете. Ну, а я с вами на этом буду прощаться, напоминаю то, что, чтобы было сравнение, обязательно под этим видео должен быть лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, с вами был Игорь, канал Всю Китай, всем удачи и хорошего настроения, пока!